идея создания сайты местами как кому пришла когда это было да смотрите на самом деле сайт местами это такой сторонний проект телеграм-канала местами вот потому что телеграм-канал это был основной инструмент который появился ну наверное году в 15-16 ну то есть вот буквально как только телеграм стал появляться и распространяться как такой нормальный уже до всеми признанный инструмент вот собственно появился телеграм-канал местами потому что я работал редактором журналистом там более-менее как-то путешествовал по стране и изучал что делают коллеги в других регионах я тогда жил в омске вот и соответственно накопился какой-то определенный объем информации мы хотелось бы высказаться да о том что вообще происходит в мире локальных медиа вот так собственно появился телеграм-канал местами да где там сначала я хотел собирать какие-то большие тексты которые выходят в региональных сми которыми можно поделиться и которые будут ну таким интересным кейсом скажем так для коллег вот а потом это выросло ну в какой-то такой более обширный проект получается в пятнадцатом шестнадцатом году появился телеграм-канал и соответственно двадцатом году появился сайт прилично в принципе много времени прошло каких-то получилось наверное собрать заинтересованных людей читателей подписчиков которые потом да да подписчики телеграм-канала это как правило нет профессиональная аудитория да потому что судьи вот по отзывам да потому что у меня нет не подключены комментарии к телеграм-канал ну просто как бы день и как бы и времени нет с с комментариями как тогда работать вот но периодически там после ну если не каждый до публикации то какой-то как как каждый резонансный каждый какой-то более более менее отзывающейся публикации мне приходят в личку да какие-то комментарии вот заинтересованных людей журналистов которые говорят вот а ты написал значит про такой-то проект а мы в своем регионе делаем похожие напиши про нас тоже либо там приходят люди которые говорят нет на самом деле вот ты написал вот так то а у меня есть сведения о том чтобы все обстоит немножко по-другому и это вот то что ты написал это как бы на поверхности а там еще и под водой у этого айсберга огромная значит огромный пласт вопрос в том что но действительно поскольку тема всей этой истории это локальные медиа да а страна огромная и естественно в каждом регионе есть свои особенности я пробовал и наверное буду пробовать формат с приглашенными редакторами вот но я я я вот этим летом пробовал я уезжал в отпуск да я телеграм-канал отдал коллеги мол как бы если у тебя есть желание да ты соответственно как бы ты мой формат знаешь вот у тебя есть там свой интерес какой-то да и не свои вот ты можешь эту неделю этот канал повести ну вроде бы получилось нормально там никто никто не отписался да никто никакого перекоса не случилось поэтому собственно как бы возможно такой формат будет пробоваться еще когда вы его начинали это было на энтузиазме или было какое-то финансирование чтобы нет нет это абсолютно полностью на энтузиазме другой вопрос что то чем я занимаюсь да а это работа в социальных сетях вот это это как бы перекликается с моим телеграм-каналом эта история о том что найди работу которая будет тебе тебе нравится да и ты не будешь работать ни дня в своей жизни вот поэтому здесь здесь такая история когда я личные интересы уравновешиваются с рабочими тем что приносят деньги поэтому поэтому нет финансирования канала нет никакого там ну помимо того что я туда вкладываю свои личные ресурсы рабочее время я сейчас на сайте да если вы может быть видели там сейчас по-моему как раз главный висит материал причем достаточно давно уже поскольку как бы да 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 нет немножко времени заниматься до более плотно всеми этими вещами у меня была идея сделать большой проект с текстами с исследованиями такими до посвященными сайтам ну или там медиапроектом которые в своих городах в регионах россии до играли какую-то такую мощную роль вот первое это екатеринбург до е1 сайт и там у меня этот материал писал приглашенный автор алена казинурова она работала е1 когда-то там дальше немножко тема зависла но у меня есть приблизительные такие наметки что можно написать про новосибирск и что можно написать про калининград вот и возможно еще про петербург но я у вас там видел интервью были там с омском пермь и еще какие-то города да 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 но это это скажем так это короткие интервью которые брал я сам да то есть это действительно это как бы исследование разных проектов которые существуют в данный момент и которые мне интересны вот именно как но такой журналистский продукт в исследованиях больших текстов да мне интереснее брать медиапроекты которые скажем так которые влияли нас на на среду да на вот эту социокультурную составляющую а когда я беру маленькие интервью это скорее такая профессиональная история ну потому что есть замечательные там сайты там верблюд в огне в иркутске да мне было интересно поговорить с главным редактором который взял этот сайт живя в москве и не будучи ну как бы был будучи иркутске наездами вот мне было интересно исследовать как они выстраивают систему управления вот или там допустим с омском да там у меня есть интервью с ваней приталиком который делает в омске подкасты да тоже было интересно а как а вот этот сегмент развивается в провинции для широкой аудитории скорее всего это неинтересно интересно но вот это профессиональная такая да 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 поэтому здесь вот идет такое разделение что есть некое исследование да а есть некий такой большой темп для для ну для условно широкой аудитории которая там как-то знает этот проект александр давайте может подробнее остановимся на карте локальных медиа меня как бы она больше заинтересовала потому что там мне кажется огромная работа проделана от калининграда до камчатки собрать вот эти вот гиперссылки собрать все эти сайты как вот такая вот идея родилась и как она воплощалась здесь история на самом деле достаточно простая это родилось из опять же бизнеса и чуть ли не ежедневно поступают запросы о том что ребята а есть ли список реальных сми липецкой области а есть ли сми которые могут написать про наш проект на камчатке а если там то 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 такие запросы поступают чуть ли не ежедневно и на самом деле у меня там ну порядка 400 сейчас уже 400 проектов у меня огромная таблица это это сайты которые я условно там ну не каждый день может быть но тем не менее за которыми я слежу практически на каждый регион там приходится по 5-10 каких-то локальных сми по которым у меня есть данные по значит по людям которые делают по тому кому все это дело принадлежит и там схема филирована по посещаемости по то есть все контактные данные много времени ушло это же столько ну да но это это надо понимать да что это как бы складывалось постепенно да там на протяжении нескольких лет когда собственно возникал возникла одна необходимость там по одному региону поработать потом по другому региону поработать список из четырех ста региональных медиа локальных медиа в россии это не означает что все эти 400 будущей журналистики и делают тот контент который хотелось бы читать ежедневно но вы опять же видите да что там на карте их по моему штук 30 этих проектов я их отбирал по достаточно простому критерию они должны быть условно независимыми ну то есть не должны быть государственные СМИ и это должны быть СМИ которые делают СМИ или медиа да то есть СМИ это как бы те которые лицензии имеют а вот медиа это в принципе медиапроект медиапродукт так вот а второй критерий да то что эти медиа должны делать какие-то интересные форматы если уж и заимствовать думают они откуда-то да то они креативно подходят к их упаковке да вот и поднимают какие-то определенные темы тут есть еще один момент что мне периодически говорят ну вот допустим там у тебя на карте есть сеть городских порталов да это сеть которая принадлежит Виктору Шкулеву да достаточно большая сеть я в ней работал когда-то было достаточно интересно с ними вот но многие говорят что вот смотри ты говоришь независимые да а Шкулев Шкулевская сеть она вроде как ну то есть это это все равно это какая-то это общая большой 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 холдинг но при этом действительно надо отдавать себе отчет в том что сеть городских порталов это едва ли не единственный медиахолдинг в России который действительно позволяет своим журналистам делать качественный хороший продукт именно за счет того что это холдинг что в работе было самым сложным было есть вот как преодолеваете эту сложность может какой-то секрет есть да нет на самом деле как бы ничего такого сильно сложного нет в каждом регионе есть свои особенности ну то есть условно я могу там включить какой-то сайт на свою карту мне приходят люди из этого региона в личку да и пишут слушай ну вообще-то этот сайт создал вице-губернатор для того чтобы пиарить себя вот как бы просто как бы ну официально он как по документам с ним не связан но в нашем регионе все знают вот поэтому здесь действительно есть определенная проблема связанная с тем чтобы понять специфику каждого отдельного региона если есть какие-то регионы в которых либо я работал либо я хорошо его знаю удаленно либо соответственно у меня как бы есть там люди которые могут мне предоставить какую-то экспертизу это хорошо но есть регионы которые я не знаю вообще например или там никогда я не был в этих регионах никогда не работал тут возникают определенные проблемы связанные с пониманием всей специфики вот как бы вот в этом наверное самая большая проблема но еще вторая проблема это конечно то что мой проект он 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 все-таки если мы говорим про телеграм-канал он немножко все-таки личный но не объективный скажем тогда не объективный в хорошем смысле не объективный вот это моя позиция да это мои какие-то инсайды то есть я могу переговорить там с какими-то журналистами например да из какого-то издания они мне скажут одну информацию о том как у них там что они что им поставили значит условия что они закрываются через два месяца например да я публикую эту информацию а ко мне приходит кто-то из руководства этой же самой медиакомпании и говорит ну а ты где вообще эту информацию взял мы мы расцветаем мы продаем рекламу у нас все хорошо и говорит ну подожди у меня есть вот такие это сведения говорят ну давай подождем и там там будет дальше будем смотреть что из этого всего выйдет вот тут проблема да проблема с какой-то определенной интерпретации да что разные люди могут по-разному видеть а немножко расшириться допустим взять не только россию а русскоязычные страны там казахстан белорус там где там еще украина может быть есть такая с белоруссию у меня было то есть у меня даже телеграм-канале это есть у меня там периодически появляются какие-то моменты связанные с белорусскими сайтами но к сожалению связи с последними событиями я больше обращаю внимание на репрессивные вот эти вот истории вот до этого конечно у меня у меня появлялись и какие-то кейсы белорусские потому что мне кажется что белорусский рынок медиа не он может быть за счет того что вот именно локальный вот вот именно за счет того что может быть он ну чисто территориально да как бы небольшой по сравнению с россией да но при этом там достаточно много креатива достаточно много каких-то придумок было да я периодически слежу за тем что происходит в прибалтике но в плане в плане медиа вот но там есть языковой барьер все таки да потому что но русскоязычные сми это одно да как бы все-таки хотелось локальной какой-то повестки вот и хотелось бы следить за казахстаном еще потому что северный казахстан он все-таки такой русскоязычный достаточно но опять же для этого нужно какие-то определенные ресурсы должно быть понимание как все это работает а у меня пока такого понимания нет а у меня есть понимание как работают российские сми в регионах локальные да у меня есть понимание как складывается российско-локальная медиаповестка вот в других странах я так понимаю что немножко иначе хотя конечно конечно хотелось бы все это дело расширить и работать дальше да 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 это тильдовские шаблоны но там единственное что какая-то цветовая гамма но это уже это уже мой безнадежный испорченный вкус поэтому здесь здесь я что-то сам использовал тильда такой достаточно удобный инструмент для того чтобы сделать вот такую такую не сильно не сильно посещаемую площадку да которая там не упадет после того как тебе придут на другой конструктор не рассматривали только вот тильда в общем да смотрите вопрос в чем надо понимать да что как какую-то серьезную площадку действительно да как медиапроект я сайт пока не рассматриваю ну то есть у меня нет как-то не ресурсов до временных скажем тогда для того чтобы заниматься этим проектом серьезно да у меня есть телеграм-канал который я обновляю каждый день в которые там попадают какие-то там какая-то информация да какие-то тейсы что-то еще вот телеграм-канал это основной инструмент а сайт это инструмент который ну скажем так который идет параллельно да и если мне нужно выложить какой-то большой текст я его сначала выкладываю на сайт а потом соответственно анонсирую в телеграме если бы я занимался сайтом основательно и видел в нем мощный достаточно проект вроде того что оксаны вроде того что у коллег которые пытаются тоже собирать какие-то кейсы да там также самое гребницы допустим естественно я бы я бы наверное как бы может быть и не найти где это бы делал все вот а а исследовал исследовал как бы инструменты более более четко более плотно но здесь это была история про то что да я знаю тильду я знаю как там верстать я знаю как это все делается да поскольку мы это использовали на там предыдущих моих работах а в соцсетях представлены где-то вот продвигаетесь рекламируетесь страницы есть но собственно как бы что в фейсбуке что в инстаграме она пустая да то есть она заведена сколько так чтобы место забить да ну вот там заголовок вот не вижу опять же особого смысла в фейсбуке я достаточно активен как вот как я как саша жиров если какие-то допустим там тексты вышедшие на местами хотел бы продвигать да я их продвигаю через свою страницу в фейсбуке но потому что у меня там больше количество подписчиков мне не надо там и дополнительно прокачивать как-то еще вот примерно та же история с инстаграмом да когда у меня выходили большие какие-то интервью там с дмитрием коллизи он с ритой логиновый с крутыми такими достаточно хорошими российскими журналистами вот я их анонсировал в инстаграме в своем лично ну потому что собственно как бы все понимают и это это как бы не скрывается да и мои координаты стоят в описании телеграм-канала вот мне там указано что ты не не анонимный не просветительский ну знаете да в россии к просветительским проектам нынче относится очень большой осторожностью вот поэтому приходит приход приходится как-то обороняться да при этом тут же надо понимать да что опять же нет задачи сформировать какое-то деятельное сообщество вокруг телеграм-канала местами или там сайты местами да потому что ну во первых как бы сообщество уже созданно ну то есть вот это вот она есть да и она сама приходит вот а во вторых есть замечательный там не знаете телеграм-чат который за медиаклаб который вот телеграм-каналом и ежо до саша агзина вот и там 200 чем-то человек вот они приходят и я если что-то где-то у них полыхает они собственно начинают активно обсуждать тему до множить сущности ну не знаю имеет ли смысл в идеале по большому счету если бы мы все общаемся сюда там и там сергей якупов который делает медиа-медиа и саша амзин который делает мы ежо вот в идеале конечно да то есть нам бы как-то вот всем вместе сложиться да и сделать какой-то большой собственный проект или там рассылку или там общий телеграм-канал просто чтобы каждый отвечал за какое-то свое направление да там в котором он является экспертом да в котором у него есть какая-то там экспертная база но опять же я не знаю там и нам это не особо наверное интересно да складываться потому что надо тогда развивать какой-то большой проект все вместе вот и у каждого есть какое-то свое направление и опять же это ведь тенденция до последнего времени не увеличение а наоборот разделение по профессиональным каким-то компетенциям вы эксперт по локальным медиа в принципе да вы много читали много знаете вот чего вам не хватает в этих медиа чтобы может быть посоветовали им исправить чтобы на какой-то уровень подтянулись вот эти все региональные скажем так понимать вот этот баланс между работой на сложившуюся уже аудиторию и и привлечением новой аудитории то есть ну как как правило да есть вот вот эти я говорил да про 400 про список 400 с медиа которые у меня есть как правило большая часть из них ориентируется на старую аудиторию на на возрастных людей она говорит этим языком вот и эти сми конечно эти медиа они абсолютно не интересны новой аудитории вот и вот это вот ниша остается пустой это первый момент второй момент это эта тема связана с балансом интересов общества и тому кому эта медиа принадлежит потому что ну как правило да тут 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 на самом деле намного более хорошо намного более наглядно представляет евгений зиновьев из телеграм-канала скользкая собака бывший главный редактор ревдинского рабочего вот он выкладывает у себя в телеграм-канале обложки районных газет и достаточно саркастично их критикуют и обсуждают его там очень хорошо видно на самом деле да когда там в регионе происходит какая-то там проблема например или что-то еще и вот ее бы вынести на 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 первую полосу но нет выносят на первую полосу фотографию какой-нибудь очередной школы который построил местный там губернатор или глава района где он перерезает ленточку и вот считается что это значит это первостепенное событие там про прав про что-то более такое важное и существенное для жителей это можно отнести на 16 полосу да а про сайты про интернет-медиа тут тут история про то что про то что надо понимать баланс еще и между между реальными интересами аудитории и интересами коммерческой службы то есть условно когда свое время там всех подсадили на иглу яндекс новостей да и все и все писали про про одно и то же но вынуждены были писать чтобы попасть в этот сюжет яндекс новостей и урвать какую-то часть трафика сейчас это его и игла яндекс дзена здесь все начинают заботиться о каких-то вот таких вещах да о том как бы привлечь трафика побольше не замечая что для простой аудитории это не столь интересно и наверное третий момент который я бы здесь отметил это помимо вот вербального языка да еще и визуальный 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 формат которым локальные медиа пытаются общаться со своей аудиторией здесь конечно надо понимать что на что надо подходить картинке не только фотография не только каким-то иллюстрациям данных инфографии к чему-то еще не из тех позиций которые как сказ которых сейчас к ним подходит это не просто вспомогательный материал а это это полноценный формат который тоже можно использовать и его знаете я был в отборочной комиссии тэфи тэфи мультимедиа в этом году и там очень многие проекты которые подавались как мультимедиа это фактически были снятые для телевидения сюжеты залитые на youtube вот это это не то да то есть это не та история здесь надо копать намного глубже и понимать что для для того же digital для мультимедиа просто снять картинку и выложите в интернет недостаточно а надо с ней работать надо и упаковывать надо ее не подверстывать к каким-то другим материалом вот как бы здесь такая история и этого на самом деле очень сильно не хватает локальные медиа понимание прежде всего а ресурсы и все остальное у них есть но потому что сейчас на на телефон можно снять такую картинку да которая которая собственно будет лучше чем то что когда-то снимали на профессиональные камеры будем надеяться что к вам прислушаются локальные медиа исправиться подтянутся спасибо за встречу и тогда будем на связи да все спасибо большое до свидания